Есть моменты, когда мы в прошлый раз тоже шли и она выцвела, где-то ее слегка подломали. Степан Кузнецов, как человек позитивный, старается свой настрой сохранить и по отношению к тактильной плитке, которая должна помогать ему ориентироваться в пространстве. Он говорит слегка пообломали, про материал, который разрушен полностью, уложен с нарушениями и теперь мешает даже тем, у кого проблем со зрением нет. Специальная трость постоянно застревает, а плитка ведет в никуда. Сам Степан не строитель и говорит, что в тонкостях кладки не разбирается, но уверен, без таких направляющих многим было бы даже легче. Был небольшой момент несогласованности, поскольку и укладывать плитку начали немножечко поздновато. Я считаю, что осень, тем более, когда уже снег лежит, не самое лучшее время для этого. Лучшее для этого время наступит с приходом стабильных плюсовых температур в этом году. Почему-то в департаменте городского хозяйства поняли это только сейчас. И теперь чиновники планируют заставить подрядную организацию все переделывать за свой счет. Решили даже заранее обсудить все с теми, кому эта плитка необходима. Оказалось, что ее и укладывать нужно совсем по другому принципу. В текущем году принят немного другой подход. Теперь плитка будет укладываться только в тех местах, так называемых местах риска. Либо это где-то какой-то столб будет обрамлен плиткой. Это в обязательном порядке остановочный пункт при выходе и заходе. Это обязательно перекрестки. Это обязательно пешеходные переходы. Эта же подрядная организация из этого же материала укладывала тактильную плитку не только в центре, но и в других районах города. Это значит, что разрушится она может и там, и тогда уже перекладывать ее придется за бюджетные деньги, если это самое разрушение произойдет после окончания гарантийного срока. Захар Письменник, Владимир Антонов, новости ТВК.